Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон 8, серия 1. Да-да, ребятки, вам не послышалось. Мы с вами начинаем новый сезон на совершенно новом сервере. И знаете что, давайте пока мы с вами тут вот путешествуем в сторону солнечного, если я не ошибаюсь, если мои глаза меня не подводят, мы с вами немножко поговорим по поводу этого сервера. Ну, то есть я расскажу вам какие-то особенности, интересности есть, почему он меня привлек, ну и всякое такое. Во-первых, меня на этот сервер друг звал уже очень-очень давно, еще, грубо говоря, в середине прошлого сезона. Ну, естественно, я сезон прервать не мог и пойти сюда тоже, соответственно, не мог. Сервер новый, грубо говоря, тут произошел еще только один вайп, который был в начале месяца. И это здорово на самом деле. Сервер интересный, сервер с упором в крафт. То есть такие интересные вещи, как химза, кодлок и прочие-прочие-прочие вещи, ты здесь найти не сможешь, ты здесь сможешь скрафтить. Сервер называется Последняя надежда. Я уверен, что вы его видели уже у некоторых людей на стримах, у кого-то на сериях. По-любому он уже где-то мелькал. Онлайн на сервере сейчас просто великолепный. По вечерам тут 60+, еще порядка 10-15 человек в очереди. И это на самом деле хорошо. По луту тут тоже должно быть все поприятнее, чем на прошлом сервере. Ну, то есть я имею в виду, что здесь его будет больше. Во всяком случае, я на это хочу надеяться. Но, повторюсь, вайп был буквально, ну, дней 5 назад. Поэтому сейчас на берегу бегает полно всяких кепочек, которые все собирают, все залутывают и ничего нихрена себе нам не оставляют. Будем надеяться, что получится у нас с вами как-то потихонечку здесь повыживать. Вот с таким вот стартовым набором мы с вами начинаем. Химсвет мне нафиг не нужен, поэтому давайте его сразу выкинем. Давайте воспользуемся тестером, чтобы проверить, во-первых, какая у нас кровь, во-вторых, чтобы показать вам, что здесь есть много всяких разных заболеваний. Вот, пожалуйста, смотрите. Холера, сальмонелла, пневмония, пищевое отравление, сепсис, вирусет, химическое облучение. Также на сервере присутствуют химические зоны, радиационные зоны, то есть есть зоны, где нужен только противогаз, соответственно, и есть зоны, где нужен и противогаз, и полный комплект химзащиты. Так что поход по военкам здесь у нас с вами по-любому случится. Уж я думаю, противогаз-то с фильтром мы с вами в любом случае сможем найти. Зомби много, зомби опасные, заражают болезнями часто, и поэтому я думаю, что должно быть во всяком случае интересно. Ну, мне интересно, надеюсь, что и вам тоже будет. Как я и сказал, кепок много, лута, как вы сами видите, нихренашеньки нет. Еще чем интересно, здесь присутствует маппинг по всей карте, то есть видите, различные кучи мусора, всякие машины, и маппинг не пустой. В этом маппинге есть точки спауна лута, я уже до этого тут немножко побегал, посмотрел, и это на самом деле здорово, это на самом деле интересно, потому что, ну, Чернорусь, карта, конечно, хорошая, большая, Но, как бы у нас уже с вами идет восьмой сезон, и все они плюс-минус записаны на одной и той же карте, просто меняются сервера, просто меняются какие-то там свои фишечки, и меняется, грубо говоря, там сезон погоды, и такое вот небольшое разнообразие в плане вот этих всех заброшенных автомобилей очень-очень хорошо вносит интересу. Зомби что-то пока что не видно, мы, кстати, с вами уже добрались почти до военного барака, это хорошо. Здесь присутствуют вот такие вот засранцы, знакомые вам по предыдущим нашим выживаниям, это а-ля эти Сидоровичи, также здесь есть из монстров, господи, ты какой быстрый, а! Все, посиди, подумай. Из монстров есть здесь еще лесник, это, знаете, такой дед с топором в спине, есть излом, ну, такой хрен с длинной рукой, а-ля Юра, как его звали на всех предыдущих серверах, и еще, и еще здесь есть такой, знаете, хрен в капюшоне, ну, по-любому вы его помните, по-любому вы его у меня в сезонах видели, ну, пока что не видать, но я думаю, я вам еще их продемонстрирую. Ну, знаете, можно очень много рассказывать про все эти фишки, про все, что тут есть, но я думаю, проще будет показать. Так, фляга, хорошо, водичку, правда, надо отсюда будет вылить, потому что она хрен знает какая. У меня, конечно, есть там парочка таблеток для очистки воды, я потому что вот стартанул, у меня две штуки есть, но все же лучше в колонке здесь будет налить себе чистой ключевой водицы. Так, курточка на 30 слотов, хорошо, потихонечку начинаем обживаться, также здесь можно рвать вещи на тряпки. Забаговались руки, да? Ладно, возьмем, потом порвем. Так, нет, вот, можно порвать. Тут очень большое количество различной одежды можно рвать на тряпки, но на самом деле ничего такого это вам особо не дает. Вот, максимум, что вы можете из веревки скрафтить, это там удочку, грубо говоря, да? Силки здесь можно крафтить из колючей проволоки, но колючая проволока здесь является очень-очень ценным материалом. Нифига себе, куртка охотничья, кайф. Так, а это я могу порвать? Что же такое с руками-то? Да, и тактическую куртку можно разорвать. В общем, колючая проволока является очень ценным материалом, потому что гвозди в открытом мире найти нельзя. Их можно только скрафтить. Для этого нужно найти колючую проволоку, нужно найти кусачки, и получается с помощью колючей проволоки и кусачек делать своеобразные гвозди. И проволоку обычную тоже здесь найти нельзя. Вам нужно найти будет колючую проволоку, и с помощью пассатиш эту проволоку, грубо говоря, выпрямить и сделать из нее обычную проволоку. То есть, понимаете, люди пытаются как-то не только в поиск лута сделать упор, но еще сделать упор в крафт. Это интересно, это своеобразно, это что-то новенькое. Плюс маппинг, который преображает все привычные нам деревеньки в что-то необычное, в что-то интересное. Как по мне, как по мне, это интересно. Меня это немножко зацепило, поэтому давайте попробуем. Да, конечно, я думаю, что все ждали немножко неудержимых. Но, почему я там не начал снимать, скажу вам так. Я хотел попробовать поснимать на Аномальске, на этом своеобразном детище доктора, который сделал из него вообще что-то невероятное. Но там не было никакого вайпа, соответственно, чего врываться на сервер, который, бог его знает, во-первых, как до вайпницы. Какой там у всех людей прогресс тоже непонятно, не так это все интересно, как на свежем сервере. Поэтому пока что, пока что мы здесь поиграем. А следующий сезон посмотрим, если будет Аномальск жив, поиграем, может быть, там. Ну, а если нет, то, может быть, вообще куда-нибудь другое место уйдем. Посмотрим. Ладно, мы с вами здесь уже так хорошо начали, хорошо приболтали. Уже, смотрите, у нас хорошая курточка, есть фляга. Сейчас бы еще пожрать найти. Нужно к колонке, кстати, добраться и сходить заодно в больницу, посмотреть, что там по медицине. Медицина здесь вся своя, то есть нет у всех привычных нам таблеток, инъекций и прочего-прочего-прочего. То есть называются, грубо говоря, они там все так же морфины и адреналины, но вот моделька у всех своя собственная, своя разная. Ну, в общем, найдем, посмотрим. Покажу я вам. Надеюсь, что вам зайдет. Боже, как же я соскучился по этому старому дедовскому двуствольному гранатомету. Боже, это такая ностальгия. Я потому что, ну, вот сколько я записывал предыдущий сезон, все время пытался его найти, но, к сожалению, что-то мне так чертовски на него не везло. Просто, блин, обычный дедовский двуствольный дробовичок. Канистра с бензом, да? Ну, я не буду ее брать, потому что мне такой объем воды вряд ли когда-нибудь пригодится, если только я захочу помыться. Вот, поэтому я думаю, что лишняя тяжесть нам не нужна. Фруктов, к сожалению, что-то нам пока что не попадается. Хотя кушать, я думаю, что Димка уже скоро захочет, и вы знаете, какой он проглот. Вот, пожалуйста, вот о чем я вам и говорил. Здесь уже становится немножечко поинтереснее в плане того, что у нас с вами есть уже и ружье, у нас с вами есть уже и патроны. И так как на сервере онлайн порядка 60 человек, в прайм-тайм сейчас что-то там около 30, то как бы мы с вами уже вооружены, немножко опасны. Как знать, может быть здесь будет какой-нибудь такой небольшой экшончик. Потому что места-то довольно-таки проходные, заходные и всеми лутабельные. Давайте, наверное, начнем мы с вами с магазинчика, а потом уже плавно переместимся к колонке и уйдем, соответственно, в больничку. Зомбари здесь ходят, их видать, вокруг здания больницы, я думаю, что должны тоже спавниться медикаменты. Так, кирка хорошо, кирка это замечательно. Здесь, по-моему, тоже можно делать себе камни точильные. Из камней, я вот только не понял, из каких из больших или и маленьких. И пакет физраствора, ну, в принципе, хорошо. То, что здесь медицина везде спавнится, ну, как везде, то есть в магазинах и прочих таких данных, это хорошо, потому что, на самом деле, как мне кажется, это довольно-таки реалистично. Ну, что, у вас дома нету никакой аптечки, что ли? Поэтому в любом доме может заспавниться медицина. Блин, мне бы до колонки добраться, на самом деле. Но тут этот хрен мешает. Блин, ну уйди, что ли, ты чуть-чуть подальше, а? Так, давай быстрее наливай фляжку. Мне бы, конечно, еще сербануть успеть пару раз. Просто так попить я не могу, потому что мне мешает шлем. Обязательно нужно его снимать. Это здорово, на самом деле, когда ты через что-то мешающее тебе попить не можешь попить. Не знаю, почему от разрабов такая фигня не реализована до сих пор. Вроде бы такая простая вещь, но, как бы, настолько она сразу портит весь интерес и геймплей в выживании. Если вы, конечно, играете чисто в PvP, тогда, конечно, да, на это вообще внимание не стоит обращать. Типа, там, может быть, он приподнял шлем и попил, как-то так. Но когда ты, вот, именно ждешь от игры выживания, хочется, вот, чтобы такие мелочи были немножко проработаны. Сербать руками надо долго, я так понимаю, да? Я, к сожалению, заболтался и не успел сосчитать, сколько раз мы сербанули. Если вы считали, если вы такой педант, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я знал, сколько нам в будущем нужно раз приложиться, чтобы накончательно напиться. Хорошо, сейчас мы с вами напьемся в дорожку. Плюс у нас... Все-все-все, Диман, Диман, успокойся. Плюс у нас с вами есть фляга про запас. Это хорошо, на самом деле, потому что, ну, можно будет попробовать найти каких-нибудь... Ага, вот он стоит, я его что-то даже не заметил. Найти каких-нибудь фруктов, ягод и грибов, их уже зажарить, приготовить и съесть. Потому что в сыром виде, если здесь их употреблять, вот, пожалуйста, о чем я и говорил, свои модельки, смотрите, это своя абсолютно новенькая моделька шприца. Выглядит она действительно прикольно, как мне кажется. Ну, по сравнению с тем, что есть в стандартном дейзе. Потому что в стандартном дейзе шприцы, как вы все знаете, в текстуры бывают пропадают, когда ты их вложишь в рюкзак. Просто становятся пустые два слота. И что там лежит, хрен пойми, иногда даже не разобраться. Так, это у нас что? Противомикробное средство широкого спектра действия. Ципринол. Хрен его знает, для чего это надо. Давайте будем брать. Как раз, кстати говоря, давайте мы с вами сделаем вот такую штуку. То есть, вот мы с вами нашли баночку с лекарством и нашли пустой шприц. С помощью пустого шприца мы набираем с вами вот такой вот желтой жижки. И у нас показывается противомикробный препарат широкого спектра действия из группы тра-та-та-та. Эффективное привлечение инфекционного заражения крови. То есть, вот у нас с вами остался шприц с инъекцией. И после того, как мы с вами заболеем, мы себе этот укол сделаем. Просто так из банки получается, выпить это лекарство не получится. Вам нужно обязательно будет найти шприц, чтобы себе сделать, скажем так, приятно. Вылечиться и отправиться дальше. Ну, конечно, есть еще и такие таблетки, грубо говоря, просто обычные, которые закинул, запил и отправился дальше. Так, ну ладно, в принципе, забежали в больницу, нашли себе здесь шприц, нашли себе здесь... Ой-ой, как вас тут много. Я хотел, на самом деле, вот в этот сарай и в тот дом забежать, потому что там тоже частенько бывает спавнится какая-нибудь медицина. Ну, видимо, придется все это дело обойти. В принципе, неплохо. Зашли в больницу, нашли лекарство, нашли уколчик. Нормально. Маловато, конечно, хотелось бы побольше, но... Я, опять же, говорю, мы с вами привыкли к таким жестким, скажем так, условиям, лишениям. Наконец-то, кстати говоря, спустя много-много сезонов я играю на сервере, где присутствует обычная, нормальная, адекватная стамина. То есть я могу бегать, прыгать, а когда я буду идти пешком, он будет спокойно себе восстанавливаться. То есть вы пробежались, вы немножечко сбавили скорость, потихонечку идете, и, соответственно, у вас потихонечку восстанавливается дыхание. И, блин, это здорово, на самом деле, как я по этому делу соскучился. Ладно, сейчас попробую как-нибудь спокойненько, аккуратненько всех этих зомбарей обойти, попробую щемануться к тому дому, которому я хотел, потому что там тоже есть шанс найти медицину. И все это дело мы с вами вместе проверим так, чтобы... Ну, попытаюсь, во всяком случае, так, чтобы никого больше из этих засранцев не заагрить. Потому что, ну, как-то не хочется. У меня, конечно, есть ружье, у меня есть патроны. Так, давайте кроссы поменяем. Мне вот эти вот не очень сильно нравятся. Они, конечно, модные, стильные, молодежные, прикольно выглядят, но они не сильно прочные. Чего на секундочку? А, плохое утепление, вот. А тут низкое утепление. Блин, я смог сюда, конечно, пробраться. Смотрите, там лежит медицинская маска. Это немножко не то, что я, конечно, хотел бы здесь найти. Но еще у нас тут присутствует домик, в котором тоже есть шанс найти какие-то медикаменты. А он, к сожалению, заперт. А почему он заперт? Чего на сервере присутствует механика запертых дверей? Про это я не знал. Так, картофель очищенный. Картошка без бакжуры. Ее можно уже есть, но она сырая. Здесь такая фигня присутствует, что если вы будете есть сырые продукты, то у вас постепенно будет накапливаться отравление. То есть в сыром виде, конечно, можно съесть, но если вы съедите много-много-много этих фруктов, овощей и прочего фигни, то у вас постепенно появится болезнь пищевое отравление. Поэтому, соответственно, все это дело нужно либо дождаться, пока оно высохнет, либо дождаться, пока оно у нас, грубо говоря, в печке приготовится. Ладно, давайте будем отсюда сваливать, потому что не очень сильно я хочу тусоваться рядом с больницей в зданиях. Надо куда-то попробовать перебежать, я не знаю, например, на берег. Там есть, потому что такой хороший сарай. Господи, какие они быстрые. Так, давай отдышимся, Диман. Сейчас отдышимся, убежим на берег в сарай, попытаемся их там закрыть. Будем надеяться, что они мне не нанесут особо ощутимых погреждений, потому что, как бы, ну, лекарства-то есть инфекционные, да, но от прочих там всяких разных болезней, я думаю, что они вряд ли спасут. Поэтому нужно как-то пока что аккуратненько. Удачно я, короче, закрыл вот в этом сарае зомбарей, они там теперь остаются жить, так сказать. И вот, что я имел в виду про маппинг. Смотрите, здесь добавлена такая небольшая, ну, скажем так, относительно небольшая зона. Смотрите, я еще нашел спиннинг, это хорошо. Остается найти только какой-нибудь крючок, да, и, в принципе, можно будет отправляться на добычу себе провианта, потому что по еде у нас с вами как раз-таки голяк осталось, только вот не осталось, а есть у нас всего лишь одна картофелинка. Блин, найти бы какую-нибудь куру, я не знаю, можно ли ее разделать киркой или нельзя, но, в принципе, с помощью кирки мы с вами, если что, сможем добыть себе каменный нож без каких-либо особых проблем. Добыть нож, разделать курочку, получить крючок и пойти уже отправляться на охоту. На охоту, господи, на рыбалку. Здесь также присутствуют книги по охолке и рыбалке. Смотрите, вон у нас состояние здоровья... Ваше состояние пустое. Здоровье 100, кровь в организме 5000, калорий 261, вода 1350. Разделок, навык разделки новичок. То есть этот навык разделки влияет и на охоту, и на рыбалку. На то, как вы качественно будете разделывать тушки, я имею в виду. Вот, поэтому нужно сейчас где-то раздобыть какую-то курочку, добыть с нее кости. Че? Че такое было? Ага, это МК-2, пистолет, без магазина. Ну давай пока возьмем. Пока что возьмем. Вдруг найдем патроны. У нас уже, считай, будет бесшумное оружие. Пускай оно не такое убойное, как тот же самый дробовик. Но дробовик у нас, знаете, для встреч со всякими... ...неожиданными гостями. Так, дядя, а ты че здесь прилег? Я надеюсь, я ничего не подхвачу от того, что я, блин, собираю с него какие-то такие вещи. Так, штаны давай снимем. Штаны порвем. Надеюсь, он не успел обгадиться. Не знаю, че он здесь прилег. Жалко, что у него, конечно, не было никакой еды. Че такое? Хаос. Это его ник, что ли, или че? Или это какой-то дом здесь у людей? Не знаю, непонятно. В плане еды, мне кажется, тут не так много будет консерв. Скорее всего, здесь всю еду нужно добывать. Ты смотри, ножны лежат. Кайф. А здесь че? Здесь вроде что-то тоже было. Нет, это солнышко светило. Еду нужно добывать. Нам по типу рыбалки, охоты. Насрота кто-то здесь оставил. Огородами. Просто так, мне кажется, в открытом мире будет немножко маловато здесь пищи. Поэтому нужно срочно искать себе курицу и делать себе крючок. Потому что без этого, я боюсь, мы с вами вдруг сможем склеить ласты. Ну, или что-то такое. Соответственно, на всей этой территории присутствует какой-то лут. Но мне сейчас туда идти бессмысленно. Потому что там, знаете, какие-то такие больше промышленные здания. И шанс найти в них еду какую-то, да, я думаю, все-таки там минимален. Поэтому мне лучше отправляться куда-то в деревне на поиски курицы. И после этого уже отправляться на рыбалку. А вот уже, кстати говоря, и первые тревожные звоночки. У нас с вами стало красным яблоко. И, соответственно, мы с вами стали терять уже хп. Давайте посмотрим, сколько это по калориям. Мне просто интересно, при каком калораже он начинает терять. Да, меньше 200 калорий он начинает уже терять хп. Это, на самом деле, не очень круто. Картошку сырую жрать вообще как бы не хочется. Но в случае чего, в случае чего, можно ее, в принципе, пожарить. Давайте сейчас, наверное, так и сделаем. Сейчас сорвем какой-нибудь себе куст. Я не знаю, надеюсь, нельзя порезаться. Так, потас... Твою господи мать! Какого хрена ты здесь делаешь? Че тебе надо? Зомбари какие-то прям нереально быстрые. Жесть. Блин, шепка мне эта, на самом деле, не очень сильно нравится. Каска, я имею в виду, потому что она очень сильно палевная. Ну, прям очень сильно палевная. Вот эта головка голубая торчит издалека ее видать. Так, дядя, спокойно. Спокойно. Слушайте, ну они очень быстрые. Именно вот в плане передвижения. Прям они какие-то прям реактивные, я бы даже сказал. Так, ладно, давайте. Ягодок нету. Я не знаю, можно ли порезаться или нельзя, когда ты голыми руками рвешь ветки. В жизни, конечно, это маловероятно, но все же можно постараться. Так, я думаю, нам одной веточки хватит, да? В всяком случае, будем на это надеяться. Давайте сейчас вон в какой-нибудь сарай, например, закинем этот костер. Пока он там жарится, пока наша картошка готовится, мы с вами сможем облутать остальные дома. Но с другой стороны, я себя знаю. Я сейчас здесь оставлю картошку, пока буду втыкать по другим зданиям. Она у меня сгорит, поэтому, наверное, давайте лучше мы ее сейчас поставим жариться. Дождемся, пока она приготовится. Ну, набор скорняка, блин, 11% всего. Хотел обрадоваться, но тут радоваться особо нечему. Один раз ботинки починить и все. Сейчас ее, короче, картошку эту пожарим. Посмотрим, сколько она даст по калориям, потому что, ну, здесь можно это сделать. Потратим наш единственный фаер. Что происходит? А, это дед, господи, лесник этот бегает. Правда, у него топора в спине нет. Они какие-то вообще бесшумные, да? Вы заметили? То есть, я услышал топот, я думал, человек подбегает, потому что никаких звуков не было. Жесть, я тебе что-то немножко перепугался. Давайте жарим картошку. А что, ее нельзя пожарить? Ее только закоптить можно, да? А почему пообжарить нельзя? Что за фигня такая? Не понял. Ай, горячая. Горячее им здесь нельзя в руки брать. Ладно, давай хотя бы закоптим. Она нас, конечно, немножко подсушит, по идее, да? Но все же у нас с вами есть фляга. Фаер мы с вами выкинем здесь, потому что он мне не нужен. Костер, если что, я смогу развести с помощью этой дрели лучковой. А как я ее добуду? У меня есть кирка. С помощью кирки сделаем себе каменных нарежей. Нарежем коры, нарежем веток. И уже там будем потихоньку разводить. Поэтому я особо по поводу него не переживаю. Все, у нас картошка приготовилась. Нам теперь нужно подождать, пока она подостынет. Я думаю, здесь довольно-таки это все будет недолго. Жалко, конечно, что она не жареная. Потому что жареную я бы хотел больше съесть, нежели вот такую вот запеченную. Ну да ладно, хоть какую картошку сожрать. И то хорошо. Потому что как бы у нас с вами большие проблемы в плане еды. Начинаем уже мы с вами терять хпшки. И это на самом деле не круто. 90 градусов. Ждем. Знаете, вот пока остывает картошка, я решил отправиться дальше лутаться. Тут, смотрите, и балаклава вроде, и патрошки находятся. Это все хорошо. Но вот когда тебе нужна еда, как бы, сами понимаете, что должно падать. Ну как должно. Хотелось бы. Но оно, к сожалению, не падает. Я не знаю, куда делся тот лесник. Вон он там уходит, да? Просто он отстал от меня и все. Я даже особо его не пережидал, не размансовывал. Потому что у меня как бы сейчас время играет против меня. Потому что я уже теряю с голоду хпшки. И это на самом деле не очень круто. Нужно отправляться дальше. Я, конечно, хотел уходить вглубь карты. Но пока что лучше потусуюсь на берегу. Потому что на берегу есть лодочки. Соответственно, там есть шанс найти какие-нибудь крючки. Чтобы уже порыбачить. Потому что без ерыбы, я думаю, что у нас с вами очень будет мало шансов выжить. Ну и вообще там дальше есть ларьки-морьки. В которых тоже может какая-то езда заспавниться. Поэтому давайте сейчас пока что потусуемся здесь. Естественно, конечно, заглянем в лес. Вдруг у нас здесь где-нибудь завалялись какие-нибудь грибы, ягоды. Сырыми бы их, конечно, есть не хотелось. Но с другой стороны, как бы сдохнуть от того, что ты голодный, это не лучше, чем сдохнуть от того, что ты отравился. Поэтому, наверное, если мы сейчас что-то найдем, сырое, пригодное в пищу, то я думаю, мы это с вами сразу сожрем. Конечно, очень хотелось бы услышать какую-нибудь курочку. Но, к сожалению, пока что я ее не слышу. Да уж, как-то не особо радио нас встречает этот сервер. Смотрите, у нас уже треть хп пропала. Давайте сейчас быстренько чекнем, сколько у нас там что по калориям. Мне просто интересно, сколько даст картошка. Так, у нас калорий 100. И сколько даст у нас запеченная очищенная картошка? Давай быстрее кушай. Она уже остыла, это хорошо. Смотрите, она даже воду немножко восстанавливает. Это, конечно, странно, но пускай их. Это хорошо, это будет нам с вами на руку играть. Кушает она ее довольно-таки долго. Может быть, это все-таки хорошее количество калорий нам восстановит. И, кстати говоря, возвращаясь к маппингу, опять же, здесь смотрите, какое небольшое, скажем так, медицинское учреждение запилено вон на крыше. Плюс тут есть бараки, плюс тут есть палатки какие-то военные, просто сарайчики, обнесенные вот таким вот небольшим забором. Это хорошо, это нам играет на руку. Во всяком случае, я на это надеюсь. Давайте, пока у нас рестарт не произошел, мы здесь с вами пробежимся, посмотрим, что, как тут вообще по луту. Вот здесь, пожалуйста, барак. Вон там дальше я вижу, какие-то палатки стоят, может быть, даже армейские. Так, ты кто такой? Полисорб. Это как раз-таки при диарее. Ага, хорошо. Теперь, значит, мы с вами можем, в принципе, кушать уже и просто какие-то такие сырые продукты. Нашел, нажрался, диарея прихватила, полисорбом закинулся, ну и, в принципе, как огурчик, бежал дальше. Это хорошо, аж целых две таблетки. Это вот как раз то, что я говорил. Мы с вами здесь не шприцом набираем, а просто открываем крышечку и едим спокойно. Так, сколько у нас калорий? Яблоко стало желтым. Давай, давай, Диман, показывай быстрее. 218. На самом деле, это очень хреново, потому что это очень мало калорий. Если я сейчас буду бегать от каких-нибудь зомби или через забор, калории улетят в трубу просто очень-очень быстро. Срочно нужно искать какую-то курицу, нужно искать какую-то, не знаю, крючок какой-то или что-то еще. Или в лучшем, конечно, случае было бы найти прям консерву готовую, чтобы ее сожрал и сытый и довольный побежал дальше. Ну, конечно, тут на берегу такой себе тир лута, видите, у нас в военной палатке заспавнился этот берет. Так, дядя, давай мы же тебя в сарай сразу закроем. Может быть, его, конечно, лучше просто обойти? Нет, все-таки он нас услышал. Так как они здесь быстрые, ловкие, умелые, их лучше закрыть заранее по одному. Так, особо, смотрите, вот когда мы начинаем шахтовать, у нас еда улетает просто в трубу на три полоски вниз, и это пипец. Поэтому лишний раз... О, перчик, хорошо, 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 блин, его бы тоже запечь, он больше бы калорий принес. Но я, на самом деле, не хочу терять сейчас хпшки, потому что у меня и так их осталось треть. У нас там около 200 калорий, так как яблоко стало красным. Давай сейчас быстренько захаваем перец. Кайф. И вода, и еда восстанавливаются. Ну, это калорий, конечно, даст нам с вами очень мало. И это, на самом деле, было... Ну, нет, это не было преждевременным, потому что, блин... Я же как бы умираю, и поэтому вырезать оттуда семена, чтобы достать, чтобы там сделать огород, было бы, конечно, правильно в плане логики. Но неправильно в плане того, что я просто-напросто сдохну, пока этот огород засажу, пока он там взойдет. Так, тетя, аккуратно. Пожалуйста, не заставляйте меня бегать. У меня и так очень мало калоража. Я как бы сейчас на пробежки всякие их тратить не хотел бы. Давай еще перчик. Кайф, слушай, еще перец. Это здорово. Вот уже сейчас из этого можно будет попробовать вырезать семена. Я, конечно, не совсем уверен в этом своем решении, но все же. Так, давай нарвем, наверное, стак этих тряпок про запас. Ну, мало ли там для чего пригодится. Стряпки здесь стакаются до 20, как вы смогли заметить. Это хорошо на самом деле. А вот это уже хреново на самом деле. Че у вас тут как много, ребята? Ёперный театр. Вот это жесть. Вот это я тут забежал, конечно. Так, тут заперто, заперто. Блин, можно было бы их поотстреливать, потому что вдруг у них в карманах что-то есть. Ну, как бы, знаете, тут что можно сделать? Сейчас рестарт через 2 минуты, поэтому мы с вами можем такой слегка читерский ход сделать. Я же не выйду с сервера, чтобы там этих зомби пропали. Но я просто посижу здесь 2 минуты, подожду рестарта, и как бы все само собой произойдет. Вот такой вот хитрый Димка. Ну и сейчас, если у нас еда станет красненькая, мы, в принципе, сможем сожрать этот перчик. Сколько у нас, кстати, перец дает калорий? 270. То есть он порядка 100 калорий дал. Картошка у нас, если я не ошибаюсь, запеченная, дала где-то порядка... Она со 100 подняла до 230-220, а перец в чистом виде дал около сотни. Ну нормально, ну неплохо. Еще пару минут, я думаю, мы с вами как-нибудь здесь сможем протрепыхаться. Итак, благополучно произошел рестарт. Естественно, все зомбари по кругу тут пропали. Я не знаю, как по поводу лута обновился он или не обновился. Но, повторно, те же самые здания я осматривать не буду. Мы сейчас с вами заберемся на крышу, по поводу, будем посмотреть что-то в этой палатке. Так, тестер, хорошо. В палатке медицинской, которая на крыше расположена. Ну и так, тут еще в пару сараев заглянем. Здесь, смотрите, сколько сараев понатыкано. Это на самом деле здорово, потому что в каждом может быть разный какой-то лут. Интересно, почему здесь заспавнились штаны пожарного. Но вряд ли они здесь прям так могли появиться. Хотя, кто знает, сервер такой, с настройками своими, с какими-то. Может быть, здесь они и должны были появиться, не знаю. Но, во всяком случае, с тестером внутри. Не знаю, я ждал там пожарный топор. Ну, конечно, хотелось бы, да. Но, естественно, он там быть не мог. Поэтому тестер тоже, в принципе, хорошо. Так, автобусы тут. Интересно, в автобусах есть какой-то лут вообще? Да, яблоко со сгнившим, платье со сгнившим яблоком. Хотел сказать наоборот, яблоко со сгнившим платьем, но это не так. Яблоко-то сгнило, а вот платье-то вроде как целое. Ну, я говорю, приятно то, что маппинг не пустой. То есть, вот много ума натыкать все эти текстурки не надо. Ну, конечно, расположить их надо как-то так грамотно, чтобы оно смотрелось хорошо. Но вот с точками спавна лута это сделано, и это очень-очень приятно. Давайте сейчас еще заберемся на крышу, посмотрим, что нас ждет в этой палатке медицинской. Я надеюсь, какая-нибудь интересная вакцинка, потому что все-таки мы с вами туда забираемся, тратим калории, всякое такое. Вот знаете, можно было спуститься по крыше. Вон там у нас расположены ящики. Но я всегда, когда спускаюсь с той ступеньки, вот здесь вот, я всегда разбиваюсь, то есть я всегда получаю урон. Потому что, ну, здесь палатка расположена не то, что прям вот уж первый такой сервер, который я вижу. Частенько она здесь бывает, и сюда, когда забираешься, все время получаешь какой-то урон. А здесь можно спокойно так забраться, найти пустые штаны, которые кто-то уже залутал, и отсюда спокойно удалиться. Блин, жалко, я, конечно, хотел что-то здесь найти. Ну, да ладно. Я хочу еще сходить вот в эти вот ларьки. Благо здесь не видно зомбарей. И спуститься на береговую линию к лодкам. Потому что, ну, как бы, рыбацкие принадлежности никто не отменял. Мне они сейчас очень сильно нужны. Они бы очень мне помогли, скажем так, в моем выживании. Поэтому грех будет, так сказать, не заглянуть и не проверить. Так, теперь остается аккуратненько спуститься. Отлично. Вообще никакого урона не получили. Слазили на крышу. Просто идеально. Да уж, еды я пока что здесь, к сожалению, не нашел. Зато, смотрите, нашел старые брюки, которые сейчас порву на одну или две тряпочки. Я так понимаю, то есть рандомно падают они. И еще я здесь смог найти нож для стейка. Это хорошо. Потому что с помощью этого ножа уже можно будет вырезать семена. Плюс он в хорошем состоянии, не тронут. Значит, шанс добыть немножко больше мяса с туши при разделке здесь будет повыше. Блин, ну здесь какие-то пустые шмотки лежат. И все. Давайте джинсовую юбку порвем. У нас уже, по-моему, там будет полный стак тряпок. Нет, еще одной не хватает. Ну да ладно. Шляпу ковбойскую я брать не буду. У меня ушанка больше, скажем так, по душе. И давайте будем спускаться к лодкам. Блин, яблоко стало красным. На самом деле это очень плохо. Если потому что я сейчас в лодках не найду никакого инвентаря для рыбацкого дела, то как бы я немножко просяду по хпшкам. Нужно будет дальше уже бежать. Ну не бежать. Потому что, как я заметил, лучше сейчас на этом сервере шифт вообще не трогать. Потому что еда улетает просто на сверхскорости. Поэтому потихонечку съедим перчик. Пойдем по берегу вдоль лодок. Вдруг что найдем? Противобиологический препарат. Странно, конечно. Но я рассчитывал найти здесь крючки. А здесь, короче, мы нашли... Нормально. Этих можно объединить? Да, можно объединить. Вот это здорово на самом деле. Потому что два этих скорняка занимали бы кучу места. А так там 11%, там 15%. В сумме получилось сколько? 27%. Ну ладно, почти угадал. Я потому что не видел, сколько процентов во втором было в скорняке. Так, на бум сказал. Давайте, наверное, захаваем наш перчик. Потому что, ну че, зря терять хпшки. Будем надеяться, что сможем мы найти себе крючок, порыбачить. А то как бы на такой, знаете, голодной ноте не хотелось бы заканчивать первую серию, скажем так, знакомства с этим сервером. Блин, я уже обрадовался то, что смог найти здесь себе марлин, но он оказался пустым. Эх, старые такие эти добрые воспоминания по поводу этих марлинов. Вот, кстати говоря, из такого марлина уже можно будет делать себе заплатки, с помощью которых можно будет скрафтить химзащиту. То есть, нам нужен для этого канцелярский нож еще, чтобы сделать аккуратные, ровными, прорезиненные полосочки. То есть, обычным ножом, если мы с вами будем делать с марлином, ничего не произойдет. То есть, он просто положит и все. Чтобы скрафтить именно... Рюкзак, кстати, видно? Рюкзак не видно, да? Да? Или видно? Видно, это хорошо тоже. То есть, чтобы скрафтить себе химзу, вам нужно еще найти помимо марлина или дождевика определенного цвета. То есть, вот из желтого марлина получается желтая химза. То есть, чтобы скрафтить себе химзу, вам нужно искать либо дождевики определенного цвета, либо марлин определенного цвета и канцелярский нож. Потому что другими острыми предметами дождевики можно, конечно, порезать, но вы их порежете просто на тряпки. Ровные лускуты у вас не появятся, чтобы скрафтить себе химзу. Блин, к сожалению, в лодках я так ничего съедобного и не нашел, и для рыбной ловли тоже я, к сожалению, ничего не нашел. Я нашел, правда, еще один спиннинг, но я не стал его брать, потому что у меня в тот момент не было никакого рюкзака. Ну, ладно, добрели мы с вами до нижнего, здесь тоже есть колоночка, если что, попить сможем. И также будем надеяться, что где-нибудь здесь будет ходить все-таки какая-нибудь курочка или, я не знаю, какая-нибудь другая животинка, ну, любая, да? Потому что я, грубо говоря, даже на корову поохотиться могу, потому что у меня есть ружье с патронами. Ну, или, может быть, где-нибудь здесь нам еще попадутся с вами какие-нибудь перчики, фрукты, овощи или что-нибудь такое. Потому что у нас с вами есть полисор, чтобы в случае чего избавиться от отравления. Поэтому я сейчас, если найду что-то, то буду жрать сразу прям просто в себя в топку закидывать, чтобы ничего не оставалось. А то у меня постоянно пишут, что я с собой еду таскаю. Вот сейчас не таскаю, вот, смотрите, у меня ничего нету. Я слышал этот приятный и до боли очень нужный звук. Где-то вдалеке орет курица. Но она орала прям где-то, знаете, на грани, на краю слышимости. Это очень далеко. И как я ее смогу найти со своим топографическим кретинизмом? Это просто, не знаю, какое-то прям невероятное задание для меня будет. У меня с вами, у нас с вами есть... Вот так вот, смотрите, здесь выглядит адреналин. Ну, согласитесь, необычное видение, да, у людей, которые здесь властвуют, скажем так. Ну, давай, крикни, че ты, курица. Я тут включился, чтобы люди тоже услышали, как ты орешь. Чтобы они тоже порадовались, что мы, наконец, сможем добыть себе косточек. Если, конечно, сможем найти эту курицу. А она, как назло, не орет. Но я говорю, она где-то прям на грани, на грани слышимости. В той стороне это все дело было. Буду надеяться, что это не так далеко. И что все-таки она еще раз крикнет. А то, может, ее уже там кто-то за меня разделал. И, соответственно, мне никаких костей не достанется. О, вот это вообще топовая находка. Боже, давай скорее ешь. Давай, давай скорее, Диман, ешь. Боже, это так хорошо. Давай, давай, давай. А, у нас маска мешает точно. Я думаю, что он не жрет. Стал я ближе приближаться к курице. Но теперь это у нас не просто жизненно важная необходимость. Это просто курица, которая поможет нам выжить в дальнейшем. Сейчас мы с вами будем, скажем так, восстанавливаться, насыщиться с помощью тунца. Смотрите-ка, я смог найти магазин на МК-2 с одним патрончиком. Это на самом деле хорошо, потому что это пистолет безучный. Но его не хватит, чтобы убить зомбированных. Потому что там надо минимум два патрона с этого, с МК-2. Вот. Также я, смотрите, смог найти себе дождевик. Черный. Соответственно, у нас с вами химза каких цветов бывает? Я знаю желтый, я знаю черный и еще серый химза. Но я таких дождевиков и таких, наверное, это зелененькие. Зелененькие марлины и зелененькие дождевики, с помощью которых можно резать, получать ингредиенты для крафта. Но то, что есть желтая химза и черная химза, ну, соответственно, марлины и дождевики черные. Какой страшный высушенный кабачок. Вот он, то ли он сгнил, то ли он просто высох. Но он написан высушенный, не гнилой, ничего такого нет. Так, а, ну у меня маска, я поэтому попить не могу. Слушайте, ну, все неплохо. Мы с вами, смотрите, отожрались. Я где-то слышу на фоне курицу. Я ее обязательно сейчас найду. Плюс у нас с вами теперь белое яблоко и до сих пор восстанавливаются калории. Это хорошо, это прям удачно. Мы с вами сюда забежим. О, еще и кола, вообще кайф. Теперь от голода мы с вами не умрем. Ну, по крайней мере, хотя бы ближайшие минут 10-15. И это здорово. Я, что думаю, ребятки, давайте-ка, наверное, на этом первую нашу с вами серию знакомства, так сказать, с этим сервером мы будем заканчивать. Там порядка 30 минут я уже набалаболил, поэтому, думаю, должно хватить. У нас есть оружие. У нас с вами есть какой-никакой лут. Местами даже ценный. Это я имею в виду этот марлин и дождевик. Ну, с помощью которых можно скрафтить себе химзу. Только нужно канцелярский нож найти. Вот. Ну, потихонечку мы с вами обживаем. Даже медицины какой-то себе набрали, которая нам в случае чего поможет выкарабкаться из неглубокой, я надеюсь, жопы. Ну, и курица у нас где-то на фоне присутствует, которая позволит нам сходить на рыбалку, добыть себе немножечко мяса для пропитания, чтобы, соответственно, протянуть еще немножко дольше на этом свете. Ладно, давайте будем на этом заканчивать. А уже в следующей серии отправимся мы искать эту курицу, добывать с нее кости и пойдем с вами на рыбалку. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok